Северный горно-обогатительный комбинат Сырьевой базой комбината являются месторождения железистых кварцитов, разрабатываемые Первомайским и Анновским карьерами, общие промышленные запасы которых составляют около 3 млрд тонн. В состав перерабатывающего комплекса предприятия входят три дробильные и две рудообогатительные фабрики, а также два цеха по производству окатышей. Рудообогатительная фабрика номер 2, как одно из структурных подразделений СевГОКа, производит переработку концентрата, поступающего в жидкой фазе по двум линиям гидротранспорта с первой фабрики обогащения. В производственном процессе задействованы узел усреднения, а также участки обесшламливания и обезвоживания. С трудообогатительной фабрики номер 1 поступает концентрат в жидкой фазе на участок усреднения. То есть здесь на шестиструйном преподелителе мы распределяем концентрат по перемешивателям и с помощью насосов подаем его на участок фильтрации. Вот здесь на участке фильтрации, где горят лампочки, это работают у нас работающие фильтра, где происходит процесс обезвоживания. То есть концентрат, попадая на фильтр, на фильтра ткань, разделяется на воду и твердые частицы, которые осыпаются на конвейера эфов и с помощью конвейеров, как подается на склад концентрата, отгружается на конвейер СК-33А, подается на фабрику окомкования или отгружается на МПС, то есть на железнодорожный вагон. Сергей Шкута – один из передовиков производства. На СевГОКе работает с 2004 года. Свою трудовую деятельность начинал в управлении железнодорожного транспорта комбината, слесарем подвижного состава. А в 2005-м решил освоить профессию машиниста насосных установок. И после обучения на курсах при комбинате был трудоустроен на РОВ-2. До этого я работал на СевГОКе, был железнодорожником, ремонтировали домкары. Потом ситуация поменялась и попалась более, ну, как мне показалось, выгодная работа и более интересная. Пришел на родообогатительную фабрику номер два. Закончил курс по профессии машинист насосных установок. Получил пятый разряд и с 2005 года работаю на фабрике РОВ-2. На второй обогатительной фабрике два участка склада концентрата и два участка фильтрации. С помогательным оборудованием для работы фильтровальных установок служат дренажные и вакуум насосы и турбовоздуходувки, подающие питание на участок фильтрации. Бесперебойную работу этого оборудования контролирует машинист насосных установок. В его обязанности входит выполнение работ по подготовке насосной установки к пуску и остановке, поддержание заданного технологического режима ее работы, проведение профилактического осмотра и необходимого ремонта установки. Основная задача машиниста – обеспечение участка фильтрации питанием. От правильных действий машиниста во многом зависит весь ход технологического процесса, качество готового продукта и производительность установки. Машинист обязан знать принцип работы насосов разной конструкции, приводов к ним, схемы коммуникации, допустимые нагрузки на них в процессе работы, методы устранения возникающих неполадок и ликвидации аварийных ситуаций. Кроме того, машинист должен знать физико-химические характеристики перекачиваемых жидкостей, классификацию и марки, применяемых для оборудования масел. Также он обязан владеть основами электротехники, понимать, как функционирует не только насосное, но и электрическое оборудование. В ведении Сергея Шкуты около 20 насосов разного типа. Получили наряд, приняли смену, обошел свое оборудование, участки, которые закреплены за сменой, и в процессе работы контролируем оборудование, чтобы оно более качественно, надежно работало, не выходило со строя. Также регулируем процесс, это подача питания на участки обезвоживания. По команде оператора добавляем, уменьшаем питание, чтобы контролировать качество концентратора. Эта профессия мне нравится, то, что надо проверять смехалку, какие-то понятия иметь, что не так просто этот насос, что он качает сам по себе, без него надо уход, обслуживание, контроль. Что-то не проконтролировал, что-то не сделал, вышел со строя подшипник, какой-то узел. Это ведет к тому, что на участке фабрики пойдет цепочка, которая за этой цепочкой поднимается влага в концентрате, и это влияет на качество нашей продукции, которую производит фабрика. За время работы на фабрике Сергей зарекомендовал себя грамотным специалистом. Он в совершенстве знает технологический процесс производства концентрата и принцип работы обслуживаемого оборудования. Сергей Иванович работает у нас уже в пределах 10 лет, точнее говоря, с 2005 года. За это время себя показал как профессионал в своем деле, именно по обслуживанию насосных установок, трубовозаподувок, дренажных насосов. В коллективе он лидер, потом не зря выполняет обязанности бригадира. Он неоднократно участвовал в конкурсах лучших по профессии и неоднократно выигрывал эти конкурсы, так как, можно сказать, что лучший насосчик на комбинате. Сергей Иванович играет в смене большую роль как рационализатор, участвует в неправильном совершенстве бережного предприятия, смены и цеха. Большое количество предложений по улучшению, по системе 5С. С момента внедрения системы подачи предложений на второй обогатительной фабрике Сергеем Шкутой было внесено 5 РАЦ предложений, два из которых признали эффективными. Одним из внедренных предложений стала система экономии технической воды для использования вакуум-насосами, что позволяет экономить 125 тысяч гривен ежегодно. Также при его непосредственном участии установлены и освоенные новые насосы ВАСА-7010 и вакуум-насосы типа ВВН-2300, что значительно стабилизировало качество, выпускаемого концентрата и производительность. Я работаю на комбинате уже 10 лет и оценю свое место работы, потому что у него есть стабильность и есть перспектива дальшего развития. Каждый работник, который хочет получить дополнительную профессию, мимо той, которая у него имеется, может обучаться в управлении, обучение персонала бесплатно. В качестве, когда он обучается, ему по возможности предоставляется это рабочее место. Среди возможностей профессионального роста машиниста насосных установок – освоение родственных профессий и повышение квалификации, показателем уровня которой являются разряды со второго по шестой. Повысить квалификацию до шестого разряда можно на рабочем месте в условиях непрерывного профессионального обучения. А достигнув высокого уровня квалификации, машинист насосных установок получает право руководить работниками более низких разрядов, быть бригадиром. Сергей работает бригадиром около трех лет, под его началом 15 человек. Среди коллег пользуется заслуженным уважением и авторитетом. Примечательно, что кандидат на должность бригадира выдвигается коллективом смены. Большой плюс есть, когда смена работает самослаженно, когда друг другу помогают, видят, что какие-то недостатки подсказывают. Это также влияет на качество нашей продукции. Возглавляемая Сергеем бригада успешно справляется с производственными задачами, выполняя плановые задания по переработке и отгрузке концентрата с соблюдением качественных его показателей. А сам бригадир неоднократно принимал участие в комбинатском конкурсе «Лучший рабочий по профессии», в котором дважды взял первенство. Профпригодность машиниста насосных установок предполагает наличие профессионально важных качеств. Это хорошая зрительная память, способность к концентрации и распределению внимания в течение длительного времени. В течение рабочей смены машинист поддерживает телефонную, звуковую или световую связь с работниками, обслуживающими смежные установки, расположенные в соседних отделениях, цехах и операторном пункте. А его непосредственное рабочее место находится в зоне обслуживания насосных установок и оснащается необходимыми контрольно-измерительными и регулирующими приборами для наблюдения за параметрами работы всех установок одновременно. Работа машиниста насосных установок сопряжена с определенными неблагоприятными факторами производственной среды, в их числе шум, вибрация, повышенная влажность и запыленность рабочей зоны. Крыморог – это город горняков и металлургов, и он большую часть Украины кормит. И для этого в этом городе должны рабочие быть профессии, люди, которые должны работать на благо своего родного города. Будни Сергея Шкуты – это череда привычных для большинства житейских событий – работа, дом, семья. С женой Светланой они воспитывают двоих детей. Двухлетний сын Ваня, как и каждый ребенок его возраста, буквально брызжет энергией, а потому требует от родителей усиленного внимания. Старшая Лиза очень похожа на Сергея, как внешне, так и характером. Трудолюбивая и целеустремленная девочка уже много лет живет танцами, что не мешает ей быть лучшей и в учебе. К примеру папы она старается следовать во всем. Папа у нас заботливый, играет с братиком, помогает маме, мне помогает родке учить. Я знаю о папиной профессии совсем немножко. Он работает на фабрике РОВ-2 и на насосных установках очищает воду от пульпы. Папу ценят за то, что он всех считает равными. Он всегда им помогает, если они не понимают. Жена Сергея, Светлана, работает медсестрой в роддоме. Говорит, об этой профессии мечтала едва ли не с детства. Уже тогда понимала, появление на свет новой жизни – настоящее чудо. Света, как и Сергей, работает посменно, поэтому заботы по хозяйству супруги делят поровну и всегда стараются поддерживать друг друга. Рабочие профессии всегда нужны. И кто, если не мы? Профессия своеобразная, тяжелая. Сырость, сквозняки – это тяжело. Физически, эморально. Дома он помогает по хозяйству, запросто может приготовить кушать, когда мне нет. Он у нас такой мастер универсальный. Ну и ремонт – это все его рук дело. Сергей Шкута вырос в семье агрономов и очень удивил родителей, избрав профессию горняка. Сегодня они гордятся сыном, его личностными и профессиональными достижениями. На РОВ-2 он один из лучших работников. Коллеги руководства фабрики ценят Сергея за порядочность, требовательность к себе, высокое чувство ответственности и, конечно, профессионализм. Продолжение следует...